всем привет кроме орков прежде чем начать снова и снова хочу напомнить что всех жаждущих войны и желающих смерть только потому что те живут не так как они прошу немедленно покинуть мой канал и отписаться сделали свой выбор нанесли сами себе клеймо с которым отправитесь прямо в ад последующей информации вам уже не понадобится прощайте ну а мы продолжим данные выпуски является дополнением к инструкции по энергопосоху монархам моя авторская разработка энергопосоха за четыре с половиной года а именно 13 октября 18 года была первая презентация на моем канале выходу презентации предшествовало полгода исследования эксперимента в этом направлении фактически я занимаюсь своим проектом около пяти лет за такое время я провел многие тысячи самых различных экспериментов и совершенствовал конечную конструкцию для повторяемости год назад я решил совместить посох со своим другим авторским проектом гибридным излучателем вариант в виде коробок яиц и других изощренных конструкций в виде жезлов я множество раз вам демонстрировал еще в ноябре того же 18 года я уже делал попытку гибридизации но пошел на разделение вариантов совместив же посох и гибрид я получил достаточно сложную конструкцию 2 в одном и различных комбинациях сборки и разборки мы получаем самые разнообразные варианты воздействия на организм как человека так и других живых существ включая растения и так как за год но и сделано пару десятков комби посохов распространив их по всему миру то понадобилось все-таки достаточно подробно рассказать и показать как подобным распорядиться чтобы мои пользователи ясно понимали методику а последователи решившие повторить конструкции могли находить все более новые новые возможности результаты как например после многочисленных применений и длительного воздействия у меня уже есть множество подтвержденных фактов эффекта омоложения что для меня самого оказалось приятной неожиданностью мною отработан весь тех процесс изготовления посоха состоящего из более чем двух десятков различных элементов теперь я вам подробно покажу варианты использования основа самого посоха состоит из трех частей это сама середина то есть она представляет себя как гибрид как элемент посоха у него отстроена полностью все что нужно вот это есть уже конечный вариант уже полностью закрытой защитой включается вот он кнопочка и и не видно вот она тут находится она рядом возле usb разъема который представляет себя универсальный usb разъем сишный который сейчас уже на мировом стандарте вот нижняя часть вот это и верхняя часть вот это в нижней части находится индикатор который показывает нижнюю часть как она работает как примеру он съемный и верхняя часть здесь тоже встроен индикатор наружу тоже съем и его можно и использовать так же как и нижней вот готова состоит вот из таких частей куда встроены специальные сверхчувствительные светодиоды которых я как-нибудь расскажу на другой раз в самой основе в самой конструкции находится вот такой пенал стоящий из двух частей сюда вставляется аккумуляторы как плоские до трех штук так и круглые тоже пару штук можно вставить здесь у нас вот зарядное устройство то есть usb разъем кнопка генератор ну а здесь конечно рефиляр по моей конструкции это уже в собранном виде и рабочим и рабочим и 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 особенности этой конструкции в чем он полностью автономен и встроенная зарядка позволяет защитить аккумуляторы следить за ними до полного заряда и полного разряда и об этом предупреждать когда пользователь длительное время включает посох он полностью аккумулятор разряжается когда работает в автономе конечно и тогда начинает моргать вот эти индикаторы причем довольно таки заметно интенсивно но это посох в активном режиме то есть он включен здесь индикаторы все время светятся и подсвечивают вот эту кнопку и когда мы делаем зарядку например подключаем зарядное устройство но здесь тоже загорается и если он слабо заряжен то заметно моргает и чем больше он заряжается тем он меньше моргает менее заметно конечным итогом когда он полностью зарядится он уже моргать не будет то есть это понятно что уже заряжен особенность этого зарядного устройства в том что вот при после выключения или когда мы вытаскиваем зарядку некоторое время еще горит индикация такая особенность некоторых это конечно пугает в начале то что вы видите это есть конечная конструкция как гибрида так и посоха когда мы стыкуем верхнюю нижнюю часть когда он работает как гибрид ну вот работают только вот эти излучатели для желающих действовать по старинке то есть вот пользоваться тором хотя это совершенно не нужно вот тор находится тут вот когда здесь сделан специальный держатель такой чтобы он не скользкий был здесь то скользкое а вот здесь вот специальный держатель вот здесь находится тор вы можете тоже его прикладывать конкретно если хотите по старинке но это в данном случае не нужно вот эти излучатели главные когда в режиме посоха и когда в режиме гибрида как видите тут кругом спирали причем сюда встроена еще спираль пассивная которая никуда не подключена но она дополняет режим работы здесь у нас переходники то есть специальные втулки для того чтобы мы могли стыковать вот такое устройство значит подключаем вот этот разъем сюда и вставляем у меня тут мало места поэтому приходится и защитится то же самое с этой стороны берем вторую часть стыкуем разъем и стыкуем вместе внутри где находится разъем вот такая конструкция разъем вот такой да сразу предупреждаю пользователей которые пользуются моими посохами что ни в коем случае в этот разъем ничего не вставляет никаких питаний никаких блоков ничего здесь короткое замыкание специально для того чтобы был надежнее контакт поэтому в случае если вы сюда вставите какой-нибудь левый блок питания у вас он горит ну или сработает защита так что не советую никуда вставлять так как у меня здесь места очень мало и нет студии для того чтобы вам это все полноценно продемонстрировать где можно было бы развернуться способом полноценно я сделал уменьшенную копию ассистентку мне презентовала жена вот с таким стульчиком я его нарисовал естественно на 3d принтере так что я вам на примере этой куклы покажу как правильно пользоваться вот таким посохом в миниатюрном виде так ассистентка у нас готова как и посох и начнем с режима посохом вот он в собранной конструкции макет я постарался сделать максимально приближенным спирали как видите например здесь расходятся здесь они по часовой там против часовой стрелки вот так вот если перевернуть это в середину получится другая система и вот можете и так и так переворачивать хоть там держатель находится как бы вверху но это не имеет значения он будет вверху или будет внизу главное получить нам эффект вот полностью когда он собран внутри соединено то есть это получается полноценный посох он метр триста сорок примерно длиной эффективный когда мы его ставим вот он должен работать именно параллельно телу или когда ассистент находится сидя но в лучшем случае когда стоя значит есть три градации использования самого посоха это когда очень близкое расстояние причем оно может быть со всех сторон слева сбоку сзади спереди то есть чем вы больше крутитесь поблизости возле посоха тем эффект будет больше даже можете танцевать это все в пределах первый режим он самый такой действенный мощный в нем надо находиться ограниченное время то есть где-то для начала особенно когда вы начинаете первый раз вообще по вихревой медицине работать заниматься то это может 10-15 минут максимум занимать но надо смотреть по самочувствию потому что то некоторые бьет через 5 минут наносит такое ощущение что сложно даже выдержать люди не могут даже стоять это редчайшие случаи но такие бывают поэтому при первом употреблении желательно чтобы кто-то был недалеко и следил за вами что ну как бы не потеряли сознание хоть такого никогда не было но мало ли что 10 тысяч раз не было а вот на 10 тысяч один вдруг случилось но по крайней мере людям становится как-то такая слабость начинает оседать это как вот если чуть-чуть пересидеть первый раз сауни такая же реакция происходит и вот когда вы близко вы начинаете осторожно то есть от 10 15 минут первый день следующий день увеличиваете время на 5 минут 10 смотрите опять же по состоянию если вам это сильно как-то незаметно можете увеличивать время но главное чтобы вы не получили передоз потому что перевезший передоз вот когда еще организм не понял что от него требуется он может сильно возмутиться и тогда будут проблемы с тем потом уже с последующим восприятием и будет как вот опять же после сауны когда вас там хватило сильно то будет такой некоторый отходня это тоже не опасно но неприятно да и не надо до этого доводить вот это вот первый режим когда мы находимся от посоха от 10 до 40 максимум вот тут у нас почти контакт второй режим это когда мы находимся от посоха в пределах полметра метр здесь можно находиться больше и побольше можно крутиться опять же если вы сидите время не то что его больше можно делать но дело то что эффект значительно ниже по ауре а именно посох работает в первую очередь полностью на ауру человека то есть когда мы вот так вот располагаемся то именно действие происходит на всю ауру полностью на весь рост человека и вот именно чистит и наполняет именно вот эту защитную оболочку если же мы будем сидеть то это будет не совсем полноценно но тем не менее действие будет оказано и вот когда мы стоим где-то около метра от него то конечно можно уже увеличивать время но действие будет значительно мягче и третий вариант когда мы находимся от полутора двух метров и дальше 3 4 5 посох действует даже на 5 метров очень слабо очень нежно очень длительно но действует и в том режиме можно находиться без разницы хоть круглосуточно то есть если от вас посох от полутора двух метров на расстояние он может быть у вас все время включен но все равно желательно чтобы вы не сидели как-то там или не стояли все время в одном месте а как-то двигались если например он стоит где-то у вас посреди комнаты и вы туда-сюда ходите вокруг него то тоже он может довольно длительное время стоять то есть вы приближаетесь немножко совсем рядом даже отходите вот такой режим работы это наилучший вот уж не всегда так можно делать обычно чаще всего или сидят или чем-то занимаются ходят а когда уже совсем интенсивно то вот так опять же сидя стоя это понятно но еще можно и лежа кровать я уже не делал вот когда мы находимся лежа то есть или постель или диван или еще что-то надо иметь ввиду что диван или кровать желательно чтобы там не было металлических пружин или тем более металлическая кровать это желательно опять же я то говорю предупреждаю что желательно чтобы на расстоянии этого посоха как минимум в метр не было никаких батареи холодильников или что-нибудь такого металлического большого это желательно не то что там это уж категорично просто желательно так как те металлические предметы чем больше они они несколько искажают излучение от посоха и искажают то что воздействие происходит еще и забирают эту энергию на себя тяну поэтому чтобы был минимум каких-то побочных эффектов желательно все-таки подальше находиться от металлических предметов в кроватях обычно там могут быть пружины там или в диване опять же даже кресла если вот вот есть тоже должна посмотреть если там металл опять же если у вас офисное кресло его металлическое но не годится для такого действия а да тоже будет действовать но какие последствия от этого тут вам никто ничего не скажет потому что это невозможно при угадать что произойдет в таком случае но тем не менее что если будет какое-то кресло полуметаллическое или там будет много металла, то оно будет забирать эту энергию от вас и искажать. Опять же, непонятно, как и что. Лучше от этого воздерживаться. Опять, металл на человеке. Если у вас цепочка металлическая или браслет, то тоже желательно это снимать. Но это когда при интенсивном воздействии. Это на больших расстояниях, можно не снимать, но опять же, имейте ввиду, что цепочка, она, если она металлическая, она замыкает вот здесь вот полностью вокруг шеи, она замыкает контур ауры. Поэтому даже при дальнем воздействии происходит, что опять же, аура дополняется, и действие на человека происходит в искаженном виде. Все-таки желательно снимать, особенно цепочки. Еще браслет, кольца, там сережки какие-то, если они не сильно большие, это можно оставлять. Но все-таки чем меньше на вас будет металлических предметов, тем более пояс, если вдруг у вас металлический какой-то, это желательно, желательно снимать. Естественно, никаких обручей металлических не должно быть над головой. вот когда вы лежите, надо посох или класть, или подвешивать над вами. Лучше всего подвешивать, потому что, тем более, если у вас там металл какой-то есть, вот тогда будет в действии идти сверху, и оно не так будет забирать эту энергию. подвешивать его можно достаточно свободно, буквально, вот, например, берете какие-то там или полоски, вот, ленточки, или белевая веревка какая-то, вот здесь петля, здесь петля, здесь соединяете, и вот дальше посох не обязательно в таком случае, чтобы он, он должен быть параллелен, если он просто лежит. Но если его подвешиваете, и он у вас вращается, то толку будет даже больше от этого, потому что он будет довольно интенсивно действовать на весь организм в целом. Опять же, если близкое воздействие, меньше времени, чем дальше, чем выше, если от метра до двух, например, высотой, то можете его хоть как вентилятор включать, ну, если у вас есть возможность его крутить так. Или раскрутили, вот, например, у вас нитка какая-то, та же белевая веревка, вы на нее подвесили, раскрутили, и он туда, у вас там вращается в одну сторону, потом прекращает в другую, и вот так вот, может полдня и вращаться. Это даже лучше. Самый оптимальный вариант, когда вы находитесь, даже вот стоите, сидите, и у вас есть возможность этим посохом как-то манипулировать. Или вокруг него, или его. А как его, опять же, можете подвесить на чем-нибудь неустойчивом таком, можете белевую веревку вот над потолком растянуть, над самим потолком, именно, чтобы вот было чем неустойчивее вот эта вот у вас будет конструкция из веревок, тем лучше, тем, значит, он будет больше шевеления иметь. вот это имеет значение. Этот нюанс, он достаточно важен. Это значительно важнее, чем если брать например модуляцию, генератор модулировать каким-то импульсом, то значительно будет меньше толку, если вы именно будете вот так модулировать все это механическим вращением. Или вот так, или вот так. В общем, как сможете это делать? Можете в руках, например, держать посох и вот так периодически его вращать. Вращали, поставили, пошли дальше. Значит, или должен быть параллельно, или должен постоянно находиться во вращении каком-то. Не имеет значения, по-часовой, против-часовой. Чем больше будет комбинаций, тем лучше. То же самое и сидя. Если ассистент сидит, значит, тоже можно вращать и так, и так, и так. То ли за спиной, то ли впереди, то ли сбоку. Это режим посоха. Он действует полностью на весь организм. Теперь переходим к режиму гибрида и комби. В режиме гибрида мы разбираем. Разбираем и у нас остается вот этот центр. С центром мы уже делаем локальные процедуры. Это может быть и со спины. вот например если в обычном традиционном способе там тором вы прикладываетесь к одной почке, к второй почке, здесь сразу практически прикладываем к двум почкам. То же самое вы можете одной стороной, другой стороной, все какие места вам необходимы. Или вот так вот. Если нужны ноги, что-то с ногами. Пожалуйста, делайте вот так. Опять же катаете его вот так вот руками. Опять же тут есть варианты использования, так же как и в посохе по расстоянию. Дело в том, что здесь уже больше контактный способ. Вот когда у вас две стороны вы можете прикладывать двумя руками. Но желательно, чтобы не прямо вот так вот прикладывались, а все-таки делали хоть какую-то прослойку хотя бы сантиметр. То есть или одевали перчатки какие-то толстые, ну или что-то такое, или обматывали чем-то таким, чтобы не было полного контакта. Он хоть изолированный, вот эти излучатели сами, но тем не менее там буквально полмиллиметра толщина. Это довольно тонко. Надо чтобы было расстояние хотя бы вот около сантиметра. Оно может быть и даже полностью можете вот так вот обхватывать, но вы будете садить сильно генератор, и вот эффект он будет смазываться. Хотя может на кого-то это будет тоже интересно воздействовать. Сложно сказать. Факт то, что полноценнее будет работать тогда, когда как минимум один сантиметр или выше, больше пять сантиметров где-то расстояние от излучателей. И когда вы пользуетесь, вот можете например впереди, вот у вас там проблемы с пищеварительной системой, там может с легкими еще что. Вот вы можете это все вот или лежа или сидя вы можете все прикладывать. Вот положить вот так вот и полежать какое-то время. Если у вас что-то тут, значит вот прикладываетесь тут. Опять же можете и так, можете и так. это все зависит от того, что вы хотите получить. Если у вас что-нибудь с шеей, спиной, вот так. Опять же и так, и так. То есть способы по всему телу вы можете пользоваться как угодно. Опять же, если вы сидите, можно например, особенно когда у вас там проблемы с ногами, вы много находились, или у вас ступни какие-то там, проблемы какие-то с ними, вот пожалуйста, можете катать. То есть прямо вот ноги ставить на излучатели и ну желательно через тапочки или что-то такое, чтобы не напрямую опять же, ну и чтобы не давить на сами излучатели, на саму конструкцию, а то можете так и раздавить. И вот катаете вот так. Опять же, конечно, пол не должен быть железобетонный или каким-то хитрым металлическим покрытием, иначе у вас это все не будет работать как надо. кроме этого, вот используя вот это устройство прямо уже почти контактно или на небольшом расстоянии, можно его использовать, конечно, и вот так. То есть вы берете стойку и ставите, например, вот вы сидите за столом и где-то рядом поставить на столе оно будет работать и будет действовать достаточно мягко. То есть это уже если особенно чем подальше, опять тем значит побольше времени можно использовать. Один из вариантов. И еще один вариант использования уже когда именно комби, когда вот мы используем вот эти вот еще дополнительно два излучателя, но мы их не вставляем, вот не стыкуем как посох, а просто вот вставляем туда разъемы, но оно находится вот в таком виде. То есть вы можете вот так если например сидя можете вот так пользоваться вот 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 так наоборот но уже надо там какими-то или застежками или ленточками или резинками уже где-то как-то так под вас это дело все подстраивать то есть вот эта комбинация вплоть до того что вы можете вот так делать но сильно не надо потому что вот эти противоположные они уже будут сильно действовать друг на друга и компенсировать вот эту площадь поэтому желательно все-таки не что близко было хотя бы там 5-10-15 сантиметров вот от этих излучателей противоположных поэтому где-то вот так вот она получится и вот можете пользоваться вот например лежа вот таким образом или вот таким образом как спереди так и сзади как сверху так и снизу опять же просто экспериментируйте над собой вот у вас есть проблемы особенно например с ногами особенно женщины этим страдают вот вот вам работа на ноги опять же меняйте местами то есть это сюда это сюда это сверху вниз это снизу вверх и вот так вот комбинируйте чем вы больше будете делать комбинации тем лучше для организма потому что любое длительное одинаковое воздействие воспринимается организмом как одно и то же и оно и к нему приспосабливается и уже не так воспринимается когда же вы постоянно меняете вот это все и так и так и так опять же ну естественно спина если у вас есть возможность такая руки и так далее то есть вот эти способы вот например вот так здесь закрепляете какими-то бандажиками или ленточками или креплениями ремешками ремешками вот закрепили и вот так вот занимаетесь или вот так то есть комбинируете вот как видите получается какая система что здесь настолько разное излучение происходит и оно заворачивается и так и так и так и соответственно организм действует вот конечно вот в таком виде это уже будет не посох вот когда он поломан он уже действует опять же что-то между посохом и гибридом такое настолько комбинированное воздействие что с этим конечно еще надо возиться и возиться чтобы определить насколько оно интересно вот пробуйте проверяйтесь на себе по-любому вреда от этого никакого не будет оно или будет мало помогать или довольно-таки успешно опять же вы можете себе найти какую-то комбинацию которая для вас больше всего подходит ну и режим посоха опять же как я сказал он хорошо действует на растение особенно большие деревья кусты в виде именно гибрида это действует кошкам полезно собакам и всем остальным у меня вот кот более 16 лет и он сейчас очень хорошо себя чувствует хотя вот 5-6 лет назад было не очень у него были проблемы сейчас по крайней мере больше 16 лет и что-то за ним не замечается никаких проблем довольно здоровый живой кот и те проблемы которые у него серьезные были ничего даже намеком то же самое и с рыбками то же самое комнатными растениями экспериментируете так как у вас посох полностью автономен вы можете его крутить вертеть туда-сюда его перемещать без всяких ограничений но если вы например включаете его на круглосуточный режим то конечно его желательно включить через USB круглосуточно поэтому аккумуляторы не будут разряжаться то есть они зарядятся полностью и в то же время при включенной зарядке будет питание идти на генератор чисто от USB аккумуляторы тут не трогаются и вы отстыковали и пошли что-нибудь делать опять разобрали положили можете использовать середину можете использовать полностью так что оздоравливайтесь экспериментируйте и пытайтесь мне рассказать как и что с вами происходило при этом все спасибо что вы посмотрели и большого вам выздоровления и здоровья всем до свидания